Я тут задумался о Ариане Гранде, кто знает, какая певица, кто не знает, погублите. Вот, у неё были скандалы многократные, я её называю постоянно глупой. Почему? Ну, что-то, не знаю, вот запало, вот, внезапно, что Ариана Гранде, она вот красивая, но глупая. И даже её проблема не в том, что она сама глупая. Проблема её не в том, что она там совсем, ну, тупая, допустим, ну, её нет. Каким-то же образом она вылезла наверх, она начинает, что делать, вот. Её проблема в том, что её окружают люди, которые её потребляют. Не те, кто её там любит, уважает, заботятся о ней. Нет рядом ни друзей, ни любимого человека, ни родителей, ни какого-то наставника. И затем, как бы, я подумал просто, ну, то есть у неё был скандал, когда она, там, не на камеру, а так, она думала, что меня на камеру, назвала американцев, типа, ненавижу, ну, типа, сказала, ненавижу американцев. Ну, типа, девочка, камон, я тоже ненавижу американцев, но ты их потребляешь. Ты их потребляешь. Они должны есть эти бабки, они не ненавидят тебя. Понятно. И вот тут мне, как бы, вот, вышла очередная мысль, что понятно, что эти хомячки сейчас схавают всё. Если ты богат, если ты знаменит, они схавают всё. Ты можешь их убивать, насиловать, не знаю, там, насиловать их детей. Прямо перед твоим лицом. Схавают всё. Потому что убийство, насилие, не знаю, там, воровство и прочее, это не преступление. Сейчас преступление быть бедным. Быть бедным, то есть, не знаю, тебе сойдёт с рук всё, если ты богат. Но если ты бедный, это уже само по себе преступление. Это кошмар какой. Это хуже, чем убийство, это хуже, чем насилие над детьми. Быть бедным – это жесть. Это всё, это отосполняешь. В таком обществе, как бы, социалисты, коммунисты, хотят начать строить коммунизм. То есть, прав, равенство, братство и всё такое. Даже в Советском Союзе в его лучшие годы не получилось такого. Они хотят сейчас. В эпоху, когда потребление стало просто настолько обыденным, что я объясняю, что я говорю, что индикаунцы, вы будете в порядке, потому что вы нужны как потребители своему государству, своим корпорациям. Он говорит, он говорит, да не ему что, мы не потребители, мы потребляем очень мало. Чуваки, у вас всего 300 миллионов, а было 250, а вы потребляли 20% всего в мире. Мало? Люди даже не замечают. Потребление стало такой нормой. И вот это преклонение перед богатыми у обычного человека, оно вышло на такой уровень, что ты можешь, не знаю, быть убийцей, насильником, предателем, не знаю, там, казнокрадом, вором. Таким угодно ты можешь быть плохим человеком. Кем угодно. Можешь насиловать свою собственную дочь. Вообще всем пофигу. Но вот быть бедным, это, извини меня, преступление. Быть бедным, это хуже, чем... Это хуже, чем все на свете. И вы хотите построить с такими людьми общественного, таких людей большинство. Те люди, которым не хватает потребления, еще потребляют потом, после этого, Ариан Гранде, Тейлор Свифт, Джастин Биберов, у нас там Ольг Бузовых и так далее, и тому подобное. И преступление, понимаете, не какое-то то, что наказывается закон. Не. Для обычного человека преступления бедные. Если ты богат, тебе можно простить все. Но, чувак, если ты беден, ну, все. Если ты беден, это диагноз, это конец, это пипец. У тебя надо срочно вправить в трудовой лагерь, чтобы ты стал богатым. Чтобы тебя там перевоспитали. И это мышление не у тех, у кого там зарплата 100, 150, 200, 300 тысяч шумилей, да? По нашему мнению. Нет, это мышление тех, у кого зарплата 20, 30, 40 тысяч в месяц. Это их мышление. Быть богатым, это круто. Я хочу быть богатым. Скоро я стану богатым. Почему? Да потому что. Ну, это же Американ Гриб. Стать миллионером. А как я этого добьюсь? Да хрен его знает. Какая разница? Я скоро стану богатым. И вы все будете передо мной преклоняться. А как ты этого добьешься? Да неважно. Неважно, я старым богатым. Быть бедным, это плохо. Но ты же бедный. Не, 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 я не бедный. Вот все вокруг бедные. Все вокруг преступники. А я, я, я вот на пути уже туда. Вы меня, конечно, извините, но... Ну, то есть, это человечество все, можно списывать мутерь. Ну, ему уже ничего не поможет. Никакой равной, никаких равных возможностей и прав достигнуть с такими огромными населениями невозможно. Потому что на одно место рабочих пустиндует, ну, как минимум, два человека. Самый-самый-самый минимум на самые-самые-самые-самые там уникальные работы. Как минимум два человека пустиндует. А на какую-нибудь там, не знаю, там, ой, господи. Ну, какой-нибудь ассенизатор уволился. Да, вон, еще 20 стоит, мы их тут же наймем. Ну, не ассенизатор хорошо, а ассенизатор это круто. Потому что туда не каждый пойдет. Ну, какая-нибудь простая работа. Менеджер. Да, господи, вон, сотни этих менеджеров. Вон, в очередь стоят, ждут получить эти жалкие 15-20 тысяч за то, что сидят в офисе, ни хрена не делают. Быть бедным – это преступление в современном мире. А быть богатым – это по умолчанию. Без всяких там судов, следствий и прочих, и прочих, и прочих. Это уже по умолчанию индульгенция от всего, что ты сделаешь. Если ты богат, тебе нужно все. Если ты беден, ты преступник. Ты аморальный тип. Ты ужасен. Ты просто пипец. Быть бедным в современном обществе – это преступление. Преступление, страшнее которого быть не может. А быть богатым – это, значит, святой почты. Вот вам реальность современной жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...